Ом Ти Ви Юэй про головне. Надо понимать, что в стране годами культивировалась русофобия, прочно укоренив в сознании поляков стойкое убеждение в том, что Россия все-таки главный враг. Россию переименуют в страну имени Путина. В связи с кризисом изменят конституцию России, согласно которой теперь можно будет переизбирать президента на 99 лет, без выборов нажав на кнопку повтор по интернету. «Страна мертвых» – таково ужасающее определение современной России. Оно и буквально, и фигурально отображает руины общественной жизни в условиях политического строя престарелых маньяков. Ну а русские будут продолжать веселиться, пить, гулять, придумывать новые тосты. Ну давайте, за наше будущее не чокаясь. Реки крови стали рутиной. Ежедневная бессмысленная гибель сотен оккупантов не трогает и не вызывает какого-либо отклика. Наши ребята попали под шквальный артиллерийский обстрел и понесли очень большие потери. У них не было возможности даже спасти раненых. Люди умирали из-за того, что их не начали было вывозить. И связей тоже не было. В итоге от нашего батальюна осталось чуть меньше роты. Посредством потоковой пропаганды путинский нацизм сделал россиян ходячей нежитью. Но ребром стоит вопрос, что делать с этим царством вурдалаков дальше? Ну, не знаю. И тут уже не до праздности, не до спортивного интереса. В бессмысленной попытке удовлетворить запрос на расширение на Запад российская армия потерпела грандиозный крах. У России нет никаких шансов выиграть подобную конфронтацию. Это абсолютно исключено. Это я знаю как историк. Военным способом или экономическим? Любым. О военным я уже не говорю. Путин, планировавший в ходе своей предвыборной кампании форсить тему великого российского геополитического возрождения, воссоздание новой версии СССР к декабрю 2022 года, по факту лишь сидит в луже крови. Полностью обосрались. Будьте уверены, наши бабы еще нарожали. Но солдатики – сущая мелочь на фоне аннигиляции общего военного потенциала России. Из-за катастрофически бездарного путинского управления войной произошла демилитаризация самой РФ. По подсчетам аналитиков, баланс тяжелого вооружения сместился от России к Украине. Случилось то, что должно было случиться. Танковое достоинство армии Шойгу Герасимова уменьшилось более чем в два раза. Минус три танковых армии. При этом сотни танков демотивированные оккупанты просто бросили. Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, то у них 5 тысяч танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеют воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее домилитаризировали? Получается, что наоборот, Нью-Йорк. Хрен знает, как милитаризировали. Если бы не иранские поставки дронов, фиаско Кремля в войне было бы абсолютным. По сути, на хлипкой поддержке Тегерана, как на соплях, повисла путинская клика. Это иранский Пепси. Я вчера узнал, что они теперь завозят 45 тысяч автомобилей, произведенных в Иране. Понимаете, Иран, оказывается, автопром у нас и любует. И все разучились делать. И все это цепь одной ситуации. Если бы у Пригожина, как он выражается, были бы яйца, то он со своими вагнерами и всеобщей народной поддержкой сковырнул бы Плешивого в ходе июньского мятежа. Шойго! Герасимов! Грязное поварское белье выставлено на всеобщее обозрение. Его бизнес-империя раздавлена. А ведь все могло быть иначе. Почему мы из этих вагнеров все это время героев лепили? Сейчас россияне были бы шокированы скелетами Путина, вынутыми из его особняков и бункеров. Только больная фантазия загнивающих глаз могла породить спальную мебель таких невероятных размеров. Волосы стояли бы дыбом, когда массам предъявили бы факты о том ничтожестве, которое привело их к сегодняшней трагедии. Жалко это ничтожество. Но Путин уцелел и даже пытается идти в медийное контрнаступление, выйдя из особого режима. Нужно мечтать по-крупному, нужно ставить гигантские задачи. На фоне гор трупов ему стало грустно от того, что дагестанская девочка Раиса Акимова расплакалась, не успев повидать диктатора. А почему плачешь? Я только делаю путь, чтобы уйдеть. Но всесильный хозяин Кремля сотворил чудо. И вот ребенка из Дербента доставили к кумиру. Да, сейчас, секундочку. Секундочку. Более того, девочку использовали для прикрытия схем по передаче в бюджет Дагестана 5 миллиардов рублей выпадающих доходов. Вот так с ухмылочкой решается судьба огромных сумм народных средств. Аромат цветов президенту так понравился, что эмоциями он решил поделиться с нами. Прекрасно. К несчастью для Путина, его пиар-акция невиданной щедрости по отношению к Дагестану совпала с обвалом российской экономики. Нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 47%. Сейчас Россия тратит на оружие 40 миллиардов долларов. Деньги придется брать у кого? У пенсионеров, у учителей, врачей. Правительство Мишустина проводит первое урезание бюджета на 10% для всех сфер. Кроме военных и силовиков, конечно. Предлагается потуже затянуть пояса, ведь происходит обвал рубля по отношению к вражеским валютам. Соответственно, ожидается рост цен на все товары на 5-6% в месяц, так как импорт составляет 60% рынка. А при производстве почти всего, в кавычках, отечественного, используются иностранные составляющие и оборудование. Мы не собираемся ни от кого изолироваться. Вот освободившийся после ухода мировых брендов ниши на российском авторынке на огромной скорости сейчас занимает Китай. Но с запчастями для машины с Поднебесной тоже возникли проблемы. В течение последних практически пяти лет тариф особо не менялся, даже где-то понижался. Причем, наверное, не совсем обоснованно. Причина в следующем. В том, что политику и экономику надо немножко разделить. Политически, наверное, верно было тариф не повышать, чтобы население, как говорится, не ругалось, не возмущалось. Но ведь есть экономическая составляющая. Ведь каждый год есть инфляция. И хотя бы на уровне инфляции этот тариф надо было повышать. А это, к сожалению, не произошло. И до сегодня сразу приходится повышать примерно 15%. Потому что ситуация аховая. И деваться дальше некуда. Нам и сейчас завидуют. Иначе бы они лезли к нам. В этом все дело. Но пусть потренируются. А мы будем только укреплять себя изнутри и вовне. Еще никогда Путину не приходилось вести предвыборное мероприятие, находясь по самую макушку в известной дурно пахнущей субстанции. Вот просто кусок дерьма. Произошло тотальное обнуление международного имиджа России. Сотрясание ядерной дубиной в статьях Медведева. Самое достоверное подтверждение краха всех российских глобальных амбиций. Цель жизни человека не в том, чтобы жить радостно дальше. Страну опустили до уровня сателлита Китая, что будет иметь тяжелейшие последствия для ее экономики и экологии. Вы знаете, это просто ужасно. Если же Путин останется у руля, то воинствующая архаизация доведет россиян до пещерной дикости. Если, конечно, во всероссийском могильнике останется хоть что-то, имеющее признаки живого. Сегодня отправляю покойного в последний путь. Хотелось бы пожелать ему успехов и здоровья. Курсула и вовсе заявила, раз Киев до сих пор не взят русскими, значит, Украина уже победила. Юсвек пишет, что в связи с российской угрозой Польшу впервые со времен Второй мировой войны может быть переброшена, вы, наверное, не поверите. В Польшу переброшена немецкая армия.